В этом видео мы поможем более чем 100 бездомным собакам обрести дом. Всех этих собак объединяет то, что они были брошены, или же их готовились усыпить. К моменту загрузки этого видео некоторые из них уже могли быть мертвы, поэтому мы привезли их сюда, в этот огромный собачий приют, чтобы пристроить каждую из них. И чтобы доказать серьезность наших намерений, у нас тут армия дрессировщиков, выгульщиков и даже целая команда. Блядь, все, я все понял, ребята. Сейчас, короче, как с Африкой, появятся люди, которые отвечают за собак, и скажут, что мистер Бист говно, потому что он помогает собакам. Да, ребята, да, ребята. А, скорость стоит большая, поменяю, сейчас извиняюсь. Которая чешет собак. Проследите, чтобы им было очень хорошо. Пусть песики будут счастливы. И они были, особенно, когда пришел первый посетитель. Добро пожаловать, входите. Что? Вы хотите приютить собаку, хотя у вас уже есть пес? Да, мы ищем маленькую собачку, чтобы она дружила с ним. И если вам интересно, откуда пришли эти двое, мы потратили сотни тысяч долларов на рекламную кампанию по всему штату, чтобы прив... Блядь. Лечь сюда как можно больше людей. Что скажете о печеньке? О, она милая. Если хотите, мы можем отвезти их в парк и дать им поиграть вместе. Да, это было бы замечательно. Они бегают вместе. Да, она классная. Смотри, они уже подружились. Ну что, переходим к следующему шагу? Да, конечно. Мы ее так полюбили. Минус одна, осталось девяносто девять. О, у нас тут пес-беглец. Мы загнали тебя в угол. Они все его подбодривают. Ладно, удачи тому, кто возьмет Рокки, он очень энергичный. И вот что вам следует знать. Каждый, кто хочет приютить собаку... Ой, молодец. Хорошо, ты свободен, Баркли? Он великолепен. Думаю, берем его. Сначала проходит тщательную проверку независимой стороной, чтобы убедиться, что он может дать собаке любовь и безопасное, надежное жилье. Что ж, Баркли усына... То есть, они не просто раздали, они еще проверили будущих хозяев. Так это же имба. Они даже сделали больше, чем вот обычные приюты. Спасибо. Поздравляю. А когда пришла следующая семья... Давайте подберем вам пса. Они сразу же приметили собаку. О, вы только посмотрите. Сколько можно? Сколько сможешь унести, дорогая? Чарли и Наггетс. О, они так хорошо ладят друг с другом. После того, как забрали Наггетса и Чарли, процесс ускорился. Привет, я Карл. А вы не хотите с собакой познакомиться? Да, именно... Звука нет, в смысле звука нет? Бля, идите нахуй туда, Боба. Приятно познакомиться. Как дела? Я Джимми. Привет. Я думаю, что вам понравится Брауни. Он милый. Под конец первого дня забрали 8 собак. Очевидно, что милым и пушистым собачкам проще найти дом. На то, чтобы приютить всю сотню собак, могли уйти месяцы. Но на второй день, благодаря рекламе, желающих было в 10 раз больше. Боже мой. Смотри, какой милый щенок. Хочешь поиграть? Боже мой. Я там еще щенят, я думал, там только взрослые уже. Моя цель сразить их милым щеночком, как только они вошли. Клеща щенята. Кажется, работает. Мне нравится. Я люблю тебя. Хотите взять Хенсела? Забираю. Здесь так много людей, я не знаю, что делать. Боже мой. Я забираю эту собаку. Хорошо. Вот так, еще одну забрали. Если что, эти иксы не означают, что собаки умерли. Это значит, что их приютили. Оба нравятся. Попробуй убедить их приютить двух собак. У нас акция, бери одного, а второй бесплатно. Оба бесплатные. Они оба бесплатные. Давайте возьмем двоих. Я думаю, что ты тот, кто мне нужен, детка. Ну, уходим. Ля, я не могу, но это очень милое видео. Окей, со мной. Ченлер знакомит людей с собаками. Карл общается с людьми в парке и следит, чтобы собак не украли. А Нолан закрывает сделку, следит за тем, чтобы собак приютили. Кроме того, человек 50 делают все, что в их силах, чтобы найти собакам дом. О, смотри, какой добренький. Приютили. Кроме того, человек 50 делают все, что в их силах, чтобы найти... Ля, это девочка, да? ...собакам дом. Ля, смотри, какая она. Мы работаем, как отлаженный двигатель. И мы найдем всем этим псам хороший дом. И кроме того, каждый приютивший получает дополнительный сюрприз. Так, вы уверены, что хотите усыновить Тора? Ага. Определенно. Тогда у меня для вас сюрприз. Каждой собаке, которую приютили, полагается бесплатный корм на всю жизнь. О, на... А че так можно было? Вы знаете, сука, я зацелил бы денег? Да переверну, чтобы было видно. Бесплатный корм и страховка на всю жизнь. Да ладно. Да капец. На, кажется, я заплачу. А нам еда не полагается? Человеческая еда в комплект не входит. Благодаря Спот и Джинкс мы обеспечили кормом премиум-класса и страховкой всех ста собак. Ура! Спасибо! Это значит, что бесплатный корм будут доставлять на дом в течение всей жизни питомца. Боже мой, гляньте на это! Спасибо! Что за ангел это делает? Это мой друг Джимми. Передайте своему другу Джимми спасибо. Но вскоре я познакомился с особенной женщиной. За всю свою жизнь она приютила шесть собак. Мы показали ей наших собак. Но она сразу же влюбилась в Зои. Это ее Дэйн. И она впервые встретится... Нифига, он огромный. Посмотрим хорошо ли они... Блядь, а он больше, чем вот этот мужик практически. Нет, если Саня тут точно будет больше. Нюхает попу, это хороший знак. Мы хотим, чтобы ты не обижала Зои, хорошо? Посмотрите, как они бегают. Зои будет очень счастлива в новом доме. А теперь, поскольку она с Зоей, то будет заботиться о семи собаках. Как здорово! Мы хотели удивить ее кое-чем особенным. Мы также дарим вам 10 тысяч долларов наличных. А что это за порода такая огромная? Правда? Только если пообещаете, что будете часто ее почесать. Я бы и так это делала. Теперь вы делаете это за 10 штук. Спасибо. Без проблем. Он старенький по виду. Я спасла много малышей, потому что просто люблю их. Они заслуживают хорошего дома. Да, конечно. Вы обеспечите ей прекрасный дом, и мы это знаем. И хотя второй день был сумбурным, к его окончанию мы приютили 44 собаки. Но мы заметили собаку, от которой в тот день отказывались чаще, чем от любой другой. Этого пса зовут Баффет. У него всего три лапы, потому что... Нихуя себе. Вы видите то же самое, что и я? Я, кажется, знаю, почему отказались. Потому что мужики комплексовали. Потому что его сбила машина. А это, увы, означает, что приютить его будет сложнее. Ну, где-то не повезло, отошло, где-то подошло. То есть, ну, по-дому было, в другом прибыло. Так что, ладно, извиняюсь за эту штуку. Бля, обсуждаю. Ну, бля, жалко его, жалко, жалко, жалко. Любую другую из сотни собак. А это мой самый любимый пёс. Его зовут Баффет. У него всего три лапы. Но чё отменяем меня? Счастью для Баффета у нас было несколько... Как это отменить то, что собака милая? ...новых стратегий на завтра. Потому что на третий день у нас оставалось ещё более 50 собак, которым нужен дом. Поэтому... В смысле отмена? Вы чё охуели отменять меня? Первой стратегией, которую мы использовали, была... Я впустил всех в парк и выпустил всех собак, чтобы они могли сами выбрать себе семью. У тебя камера, да ты оператор. Такая красивая. Вы уже решили, как назвать ребёнка? Думаем, Хёрши. Хёрши? Для собаки норм, а для шоколада нет. Да, хоть ищите внутрь. Мы не будем вас запирать. Окей, вы не сможете выйти, пока не заберёте её. Хотите взять поводок? Да, а почему бы нет? Хорошо, руки вверх. Я просто... Вы нашли друг друга. Думаете остановить выбор на нём? Думаю, да. Хочешь пойти со мной домой? Она такая милая. А раз мы неплохо научились искать собакам дом, настало время немного поразвлечься. Парни! Ля, Анель, давай третью собаку возьмём. Нас моя мама убьёт. Не, меня не убьёт, я из дома не выйду. Тебя, да. Что мне делать? Ляг и притвори спящим, когда они... О, она... Гав, гав, гав. Я не буду брать никого из чата, вы не притворите собакой, ребят. Она только что вошла. Привет. Спит дальше. Лежи. Он спит? Да, он дремлет. Он его укутал. Ха-ха-ха-ха. Теперь встань и скажи, так, хватит спать. Так, хватит спать. И снова засыпай. Броня думает, что он псих. Глянь на её лицо. Но если серьёзно, то хорошая новость была в том, что Баффета увидела больше людей. О, вы ему нравитесь. Баффет, возможно, скоро обретёт семью. А ему сколько лет, кстати говоря? К сожалению. Он вроде молоденький такой. Ну что, Таннер или Баффет? Мы возьмём Таннера. Вы возвращаете Баффета обратно? Блядь, ну почему? Да, пожалуй. Может, посмотрим ещё некоторых? Хорошо. Мы предложили его этой паре. Он милашка. И если честно, он отлично умеет ходить. Но вновь. Значит, вы не хотите Баффета. Я не могу его взять. Ладно, пойдём, приятель. И если честно, вся эта ситуация насочет. Ну зачем вот он так? Ну я не верю, но он прикольный. Расстроило. Поэтому мы потратили 50 тысяч на рекламную кампанию специально для Баффета. Мы не успокоимся, пока Баффет не найдёт дом. Как видите, почти всех щенков забрали. Ведь взрослых собак берут не очень охотно. И раз у нас остались только они, чем дальше, тем сложнее. Некоторые собаки... Ну да, взрослыми понятно. Потому что, ну, взрослые, они, скорее всего, скоро умрут при этом всём. То есть, ну, просто так люди мыслят. Типа, зачем брать старого, если можно взять молодого, здорового. И с ним прожить более долгую жизнь. Ну, чисто логика. И попали к нам из так... У нас всё равно обидно. ...возываемых приютов на убой. Так как отказывать в приёме нельзя. Приюты часто переполнены и вынуждены... Макса бы не забрали. Меня бы забрали первым. Если бы был бы пёсиком, меня бы забрали первым. Я молодой, уверенный в себе, активный. Я сто процентов был бы лучшей собакой. ...усыплять псов, чтобы освободить место. Но, к счастью, этого не произойдёт. А мы начинаем четвёртый день. На этот раз у нас в гостях Дэйв Батиста, которого... Если он заберёт сейчас Баффета, я стану его главным фанатом, я вам говорю. Можете знать по стражам галактики. Спасибо. Это ваша любимая. Она такая милая. Она творит свою магию. Не смотри на меня так. Она такая... Ладно, тебе заберёшь меня? Вам к этому не привыкать? Да, у меня четверо. Все из приюта. Может, скоро будет пять. Да. Гляньте на нас. Мы оба суперподкачеры. Спасибо. Все выбрались. Кстати, вам не кажется, что Дэйв Батиста как будто немного схуднул? Он же раньше вообще был очень сильно на пампе. Без собаки настал момент для посвящения Дэйва. Дэйв будет предлагать собаку. Посмотрим, насколько он хороший актёр. Дэйв, когда они войдут, начните гавкать на них, как собака. Для меня это обычное дело. Хе-хе-хе. Дэйв, как дела? Дэйв, 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 дэйв. Вижу, Стражи Галактики. Галактика. Галактика. Сука. Подстава ебаная. Спасибо, ребята. Благодаря появлению Дэйва в команде, собак стали забирать гораздо быстрее, чем прежде. Как дела? О, они такие милые. Вы берёте обеих собак? Да. Аббайфета забрали? Можно их разделить. Пойдёмте подготовим к гонайте. Ура! Вскоре у нас останется 10 собак, которым было сложнее всего найти дом. Аббайфет. Привет, малыш. Дэйв, вы всё время возвращаетесь к ней. В чём дело? У меня есть собака Пенни, и она очень на неё похожа. У меня такое ощущение, что мы связаны. Больно видеть, что у неё нет дома. Если её не заберут, её заберу я. Если её не возьмут, вы её заберёте? Я её заберу. Хорошо, буду держать вас в курсе. У неё будет дом, несмотря ни на что. Но это касалось не только Дороли. Весь день семьи снова и снова обходили Баффета стороной, и он, казалось, начал терять надежду. Но тут случилось неожиданное. Баффет очень классный. У моего деда был трёхлапый пёс. Можно с ним погулять? Баффету, похоже, сразу же понравился этот парень. Давай, за мной. Баффета могут забрать. Баффету было очень весело, а парня, казалось, совсем не смущало отсутствие лапы. Я видел, трёхлапые псы совсем справляются. На этот раз у меня хорошее предчувствие. Я думаю, что у Баффета будет новый дом. Хочешь забрать Баффета домой? Я вам похож на Баффета, кстати, не? Да, он вроде отличный пёс. Чтобы в будущем обеспечить Баффету комфортную жизнь, мы изготовили для него протез... Баффет забрал собачку! ...с лапы и также передали его новому хозяину 10 тысяч долларов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, вау. Баффет нашёл дом! Теперь избавимся от его конуры. Олег Брэйн лучше, не дай ему фанат. Баффет, мы уже скучаем по тебе. Немного грустно, но и приятно, что мы наконец-то разобрали его конуру. Мы будем по тебе скучать, Баффет. Ура! Начинается пятый день. Ура! Забрали! Осталось всего 10 собачек. Забаффет очень рад, Забаффет очень рад. И получается, одну собачку 100% заберёт Дэйв Батиста, скорее всего. ...или с серьёзного прогресса. Поскольку собак становится меньше, то и выборы у людей меньше. Очевидно, что дальше будет только сложнее. И сегодня я привёл двух друзей, которые хотят приютить собак. Возможно, вам знаком Нил, который потерял миллион в наших видео, и Дастин, который потерял 10 штук лет 5 назад. Это лучше, чем миллион. Хрена не продачит. Боже мой! Какой вердикт? Мне нравится играть с этой собакой. Я хочу играть с ней всегда. Меня устраивает. Думаешь, забрать Джетта? Я точно заберу Зевса. О, теперь его зовут Зевс. Меня устраивает. Нил, не волнуйся, не придётся делить с ним чеки, потому... Я говорю, переименовать собаку это пиздец. Ну, то есть, я... Короче, мы же когда, получается, брали Хая и Кнопу, знаете, какие вообще нормальные имена у них? Кнопу зовут Филичета по паспорту, а Хая зовут Хайфай. А я, короче, когда увидел их, я такой думаю, ну, я же толбоёб, я хочу, чтобы их звали как в Наруто. Я Хаю говорил, ты будешь Наруто. Он вообще не отвлекался. Я такой, БЛЯТЬ! ПОЧЕМУ? Я говорю, Наруто! Молчит, я говорю, Хай! Он такой, Э, сразу. Такой думаю, ну ладно. С Кнопой всё намного проще. Она вообще не откликалась ни на одно имя. Зато она откликалась на любые уменьшительно ласкательные. Говорили там, допустим, Малявочка. Она такая, Я-Я. Там Кнопа. И такая всё. Её так назвали Кнопа. Так и так и приелась Кнопа. Поэтому я просто не знаю, как можно вот взрослую собаку переименовать, чтобы она, ну, привыкла к этому. Это очень тяжело. Потому что у нас есть чеки и для тебя. Вот это да. Осталось 8 собак, и мы собираемся найти им дом. Джимми, как их обналичить? Как мы и надеялись, всё больше людей стало проявлять интерес ко взрослым собакам. Декстер собака-пастуха. Вы хотите собаку-пастуха? Да, именно такая собака мне и нужна. О, отлично! У нас два мальчика. Я думаю, нам нужна девочка. Она рвётся на выход. Привет, красотка! Итак, что вы решили насчёт Декстера? Забирайте его сюда. Да, я беру Декстера. Хорошая девочка. Думаю, она нужна. Они так рады. Пока мы убирали собачьи клетки, к нам стали поступать видеозаписи от семей, приютивших этих собак. Ей нравится... А, это вот эти двое, которых собрали? И поступать видеозаписи от семей, приютивших этих собак. Вот они, вот которых двух взяли, помните? А, это другие-другие. Нравится новая жизнь здесь. Купер отлично вписался в нашу семью. Это Хейзл. Пока... Мммм... Он щенотик такой. У неё всё отлично. Привет, Сара. О, тебе почесали животик. Хороший мальчик, да. Спасибо за щенков, мистер... А, вот эти двое. И это было просто прекрасно. В начале видео у нас была сотня собак, которых бросили или готовились усыпить, а теперь осталось только... Осталось две! У нас остались Старкранч и Дороли. И хотя многие приходили в поисках собаки, ни одна из них не подходила под их требования. Я ищу маленькую собаку. Вы всех маленьких собак разобрали. Мне хотелось бы собачку помоложе. Не переживайте. А небольших собачек у вас нет? К сожалению, всех разобрали. Мы уже начали беспокоиться, что не найдём этим... Да чё гандоны? Ну, типа, вы должны понимать то, что люди, как бы... Ну, у них тоже есть свои требования. Ну, допустим, у них дом маленький. Они там редко могут выходить с ними постоянно. За счёт того, чтобы понимать, что чем собака больше, с ней надо постоянно больше активничать и гулять. Ну, то есть ты условно... Когда заводишься в каком-нибудь условно хаске, ты должен понимать, что пизда. То есть ты должен ей очень много времени уделять. Это ответственность большая. А маленькие собаки, они такие... Ну, ты даже там с ними иногда можешь не выйти погулять. Просто пелёнку оставить. Им вообще похуй на самом-то деле. Некоторые маленькие собаки вообще гулять ненавидят. У меня кнопы, допустим, гулять ненавидят. Её просто вытаскиваешь на улицу, она такая... Всё, верни меня домой. И начинает просто вот истерику поднимать. Двоим домом, и нам оставалось только ждать. Стар Кранч и Дороли. О, как дела? Здрасте, привет. Это последние собаки. Они как игроки, которых не взяли в команду. Я забираю. Стар Кранч может быть застенчивый, когда встречает новых людей. Но к нему Стар Кранч сразу потянулась. Будем звать тебя Кранч. Очарую его Кранч. Ты видела, как всех других собак забрали? Нет. Дороли. И хотя было очень радостно от того, что Кранч забрали, было не менее грустно видеть Дороли в одиночестве. Боже мой, ей правда грустно. Она как будто поняла, что произошло. Она осталась последней. И тому, кто заберёт Дороли, мы приготовим ещё больше сюрприз, чем остальным. А так как она последняя оставшаяся собака, ей не нужна конура. Всё это здание её конура. Она такая убийственная. Мы уделяли Дороли всё внимание, которого она так заслуживала. И ждали, ждали, и ждали. Пока, наконец, не пришёл он. Как дела, приятель? Это Дороли. Эй. Ну, кажется, ты ей нравишься. Она красивая, да? Хорошая. Она была спасена после того, как её бросили во время урагана и дали. И теперь она ищет новый дом. Думаю, она его нашла. Но прежде, чем ты заберёшь Дороли домой... Да, сука, я не могу говорить. Я ещё заплачу, сука, ну это очень мило. Одобрение одного человека. Больно видеть, что у неё нет дома. Если её не заберут, её заберу я. Как дела? Ещё сейчас больнее будет. Мне нужно ваше благословение. Она выглядит очень счастливой. О, да. Одобрено. Мы передадим ему документы. Пока. Поздравляю. Ой. Я скинул Дэйва. Минус ряб. Как большой, чтобы ты его скинул. Она с чём? Поздравляем. Ты забрал Дороли. И в качестве приза за сотую собаку мы дарим 20 тысяч долларов наличными. Но... Вы серьёзно? Почему он, а не я? Я тоже хотел третью собаку. Пообещай нам, что всегда будешь о ней заботиться. Давай. И последний сюрприз для тех, кто помог нам пристроить всех этих собак. Входите. Благодарность за то, что вы разрешили... Целая команда охренеть. ...пользоваться этим зданием. Мы пожертвуем 100 тысяч долларов, чтобы вы и дальше помогали брошенным собакам. Мы также принесли кучу денег для всех, кто помог нам их приютить. Спасибо, Спот и Джинкс. Кстати, я тоже не понимаю. Вот Хетсус живёт в Америке. У него вся вот эта тема проходит, и, ну, сами видите, мистер Бистон вкладывается в рекламу. Неужели Хетсус об этом вообще не слышит, и ни разу даже на радиоприкол не хотел поучаствовать? Ладно, собака, понятное дело, ему не нужна, но другие ситуации всякие. Это же интересно для него самого. Но я бы поучаствовал бы, если бы видел такую тему. Страхование и корм для животных. Это было замечательно. Таких тачек... Там же много ютуберов приходят к нему участвовать. Даже которых мало кто знает. Около 50 штук дополнительно к тем 100 тысячам, что они заработали. Спасибо за просмотр. А штат вообще другой, бля. Мистер Бист Северной Каролине, Ахес в Нью-Йорке. Вот! И еще один минус Нью-Йорка. Там нет... И там нет мистера Биста. Бит и Лера встретились в музее. Делали селфи на фоне галереи. Бит и Лера встретились в музее. Бит и Лера встретились в музее.